Один из самых старинных городов Свердловской области – Верхотурье. Был основан в 1598 году, когда начали прокладывать дорогу в Сибирь. Здесь, на Троицком камне, со временем появился Верхотурский Кремль – последний Кремль, построенный на Урале. Об этом уникальном здании и о его святых храмах и пойдет речь в нашем сегодняшнем рассказе. Когда-то в этих местах был старинный, но к тому времени немного заброшенный в Агульский город Нерамкар. О нем почти ничего не знали. Но вот некий предприимчивый человек, Артемий Бабинов, решил найти путь из Урала в Сибирь. Украдкой проследовав за местными жителями по потаенной тропе, он через дремучие леса вышел к верховьям реки Туры. И вот выход в Сибирь через Уральские горы был найден. О том было доложено царю Федору Иоанновичу и началась постройка крепости. Главным зданием Острога стал храм в честь Святой Живоначальной Троицы. В деревянном виде церковь в честь Святой Живоначальной Троицы была заложена в 1598 году, в год основания Верхотурья, по окончании строительства Бабиновской дороги. Со временем Верхотурья становится важным центром сибирской жизни и начинается постройка каменных зданий Кремля. Перестраивают и Свято-Троицкий собор. История строительства Троицкого собора показана в изразцовой надписи. А надпись эта гласит примерно так. Лето Отцетворения Света 7211-го от Рождества Христова 1703 года обложена сия церковь по имя Святой Живоначальной Троицы с повеления великого государя Петра Алексеевича и с благословения митрополита Сибирского и Тобольского Филофея и прибытия Верхотурья воеводы Петра Алексеевича Калетина совершилась в лето 1705 года. Работу по постройке храма возглавили московские мастера, которые и создали здесь, на Уральской земле, церковь в стиле московского или нарышкинского барокко. Троицкий собор не только снаружи был очень красив, но и внутри. Он был полностью расписан в 1888 году московским мастером Звездиным. Но поскольку в советское время все храмы и мастери в нас использовали далеко не по назначению, в этом храме у нас разместилась кузница. И от распыления всех вот этих мехов фрески и правительские были утрачены. Храм в честь Святой Живоначальной Троицы был освящен 16 апреля 1709 года. Первоначально богослужения проводились только летом, но затем был пристроен левый теплый предел, освященный во имя священномученика Харлампия. Этот святой, живший в первом веке в Греции, был епископом в своем родном городе. Он обратил ко Христу многих язычников, но за евангельскую проповедь подвергся жестоким истязаниям и был убит. На Руси этого угодника Божия почитали и как покровителя от болезней, а также как помощника в сельскохозяйственных работах. Из походно-полевой церкви на пограничной заставе Троицкий храм постепенно становится Центральным городским собором, а рядом с ним возвышаются и другие постройки Кремля, такие как приказные палаты, домовые воды и житные амбары. От сюда свозился хлеб Центральных городов России и отсюда уже дальше транспортировался в различные города-крепости Сибири. Вторыми постройками в камне стали приказные палаты. Еще раньше называли канцелярские палаты, они были построены в 1700 году. На втором этаже явилось военно-административное дело производства, а на первом в полуподвальном помещении хранился архив Верхотурского уезда. Ну и поскольку Кремль – это в первую очередь резиденция воеводы, то главной постройкой на территории Кремля стал, конечно, дом воеводы. В настоящее время у нас там находится администрация города Верхотурья. Раньше там на втором этаже проживал воевода со своей семьей, а на первом в полуподвальном помещении хранилось мягкое рухлядь или мягкое золото, как раньше называли пушнину меха. Стены Кремля были призваны надежно защитить город от возможных набегов иноземцев, но нападений на Верхотурье не было. Город активно строился, население росло, застраивались жилые кварталы, возводились храмы и монастыри. Двухъярусная шатровая колокольня, необычное оформление фасадов и богатый израстцовый декор. Все это составляет неповторимый облик храма. В 1959 году на международной конференции в Гаге Свято-Троицкий собор был признан памятником архитектуры мирового значения. На протяжении нескольких столетий в этом храме молились и проезжавшие путешественники, и купцы, а также местные жители. Одним из тех людей, кто часто приходил сюда, был блаженный Косьма, или святой Косьма Верхотурский ради Христа ее родивый. Зимой и летом он ходил в одной рубашке. Приходя зимой в храм, он отогревал свои ноги на каленых углях, и милостью Божией не получал от этого никакого вреда. Господь слышал его горячие, исходившие из сердца молитвы, и помогал ему в самых трудных жизненных обстоятельствах. Вскоре после того, как мощи святого праведного Симеона Верхотурского были обретены, их решили перенести в Верхотурье, в мужской монастырь. Вслед за крестным ходом на коленях полз еродивый Косьма. Когда он выбивался из сил, то обращался к святому Симеону как к живому, с простыми словами «Братья Симеоне, давай отдохнем». После этого гроб с мощами никто не мог сдвинуть с места. Процессия останавливалась. Скончался Блаженный Косьма 8 декабря 1679 года и был похоронен возле Троицкого собора на скалистом берегу реки Туры. А в начале XIX века одной благочестивой вдовой была устроена часовня над местом погребения угодника Божия. Часовня эта несколько раз перестраивалась, но до наших дней не сохранилась. Но ученым удалось найти то место, где когда-то стоял первый деревянный свято-троицкий храм, а позже, возможно, и эта маленькая часовня. Находимся на месте, где в момент основания города был построен первый деревянный храм Троицы, по которому и камень был назван «Скала Троицкий камень». Значит, в течение почти двухсот лет на этом месте менялись храмы, то есть перестраивали, сгорали в пожарах. Впоследствии Троицкий собор был передвинут на то место, где он сейчас находится. А на этом месте с XVIII века по I и XX находились часовни Козьмы Юродева. Почему часовни? Потому что тоже менялись, их перестраивали. В результате археологических раскопок обнаружены вот, вы видите, фундаменты явно большого сооружения. Но видно, что, во-первых, это был фундамент, во-вторых, что на фундаменте, скорее всего, ничего не создавалось. То есть поверх этого фундамента мы не нашли ни следов кирпичей, ни звездки и так далее, и так далее. То есть либо это был фундамент Троицкого храма, который был перенесен потом в сторону. Дело в том, что в 1700 году был страшный пожар, который уничтожил практически весь город. Либо связано каким-то образом с часовней Козьмы Юродева. На сегодняшний день больше вопросов, чем ответов. Старинный Верхотурский Кремль хранит в себе еще множество загадок и тайн. Поэтому на его территории не прекращаются исследовательские и археологические работы. А Свято-Троицкий Собор, пережив, как и многие церкви, время запустения, уже в течение 17 лет вновь является приходским храмом. И, как и сотни лет назад, люди приходят сюда для того, чтобы разделить радость совместной молитвы. И, конечно, для того, чтобы принять участие в самых важных в жизни православного человека таинствах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok